Привет, земляки! Мы так ждали встречи с вами! И мы не с пустыми руками! У нас целый эфир телепрезентов! Даже не знаю, с чего начать! Так, давай обо всем по порядку сегодня в эфире! Дачные радости! Подарите вещи вторую жизнь! Старую бочку можно быстро приспособить под сиденье, а две – под широкую лавку! Счет идет на тонны! Чистые игры! Сохраним экологию играючи! И начиная с 2014 года собрано более 700 тонн мусора! Безопасность своими руками! Мастер-класс по изготовлению фликеров! Степлером приделываем дырочку! Я думаю, что после майских праздников дачный сезон можно смело назвать открытым! Это точно! В гипермаркетах все чаще замечают, что дачники вовсю закупаются мебелью и аксессуарами для своего летнего дома! Но многих трат можно избежать! Достаточно перебрать вещи, которые уже давно пылятся в сарае, гараже или на балконе! Как подарить вещам вторую жизнь и сделать дачный интерьер уникальным в следующем сюжете! Ванна! Ванна может стать основой для клумба! Для этого засыпьте на дно дренаж и чуть наклоните ванну в ту сторону, где находится отверстие для слива! Так вода не будет застаиваться после полива и не погубит растения! Другой интересный вариант – сделать небольшой пруд! Закопайте ванну в землю, посадите цветы или положите камни! В воду можно поместить рогоз, стрелолист, водяной лютик или камыш! Бочка! Старую бочку можно быстро приспособить под сиденье, а две – под широкую лавку! Совсем неприглядную бочку оставьте в огороде! Из нее можно сделать парник, а потом использовать в качестве открытой грядки или клумба! Подойдет и пластиковая! Вырежьте сверху несколько окошек и закрепите пленку! Люстра! Старая люстра здорово будет смотреться в качестве кашпо! Если плафоны разбились или слишком хрупкие, замените их легкими цветочными горшками! Саму люстру декорируйте и повесьте в саду! Лучше всего будут выглядеть в таком кашпо – вьющееся растение! Покрышки! Если обычные клумбы из покрышек кажутся вам слишком банальными, попробуйте другой вариант – навесной! Также из покрышек можно смастерить садовую мебель! Они идеально подходят для этой роли – долговечные, прочные, устойчивые к жаре и дождю! Холодильник! Когда холодильнику придет конец, не выкидывайте его! Если у вас нет гаража или погреба, используйте старую вещь как хранилище для овощей с огорода! Снимите компрессор, проделайте отверстия для вентиляции и вставьте трубы так, чтобы они выходили наружу! Осталось закопать холодильник в землю и накрыть водонепроницаемым материалом! А еще из холодильника можно соорудить временную будку для собаки! Или визуально оживить его, декорировать и сделать постоянную! Посуда! Самое простое, что можно сделать с посудой, которая вам разонравилась – собрать из нее красочный цветник! В маленькие чашечки и стаканы посадите суккуленты, им не нужно много места и ухаживать за ними несложно! С помощью разбитых чашек, тарелок и заварочных чайников можно обновить дачный интерьер! Поломайте посуду на крупные куски и используйте как мозаику! Украсьте ей клумбы, цветочные дорожки, горшки и фасады! Перейдем к вкусным и интересным фактам! Вы знали, что супы в Финляндии готовятся редко? Как правило, только на праздники и относятся они к достаточно важным блюдам! Я вот не знал, хотя имел возможность лично познакомиться с поваром из Финляндии и даже приготовить с ним сливочный суп с лососем! Вот как вспомнит этот великолепный вкус! А тогда тебе будет интересно узнать еще об одном первом блюде! Традиционном финском супе кленписопа! Супе с клетками! Сегодня мы будем готовить блюдо кленписопа, что в переводе с финского суп с клетками! Мы сегодня приготовим его рыбный, также можно готовить его и с курицей, и с говядиной! И я вас попрошу, наверное, порезать картофель! Хорошо! Кубиком 2,5 сантиметра на 2,5 сантиметра! Рыбу мы, значит, отделяем от кожи! Можно взять радужную фарель, речную! Можно взять, в принципе, любую щелку! У нас есть здесь вот палец! Так, первым делом мы закидываем в бурьон рыбу! Пока рыба варится, режем на мелкие кубики морковь и лук-порей и обжариваем на сливочном масле! Когда жарится у нас морковка, мы закинем в бурье картофель! Пока это все дело делается, мы можем с вами заняться плесками! Давайте! Для этого нам подавится мука, сметана, соль, вода! Можно добавлять еще яйцо, либо желток! Можно даже, в принципе, туда добавить немножко чесночку! И также замешать, то есть они будут ароматнее у нас! Вот, в принципе, у нас здесь уже все кипит, бурлит, можно добавлять туда овощи! Обязательно нужно попробовать! Да, хорошо по соли все хорошо, по перцу тоже хорошо! Ну, прошло у нас 10 минут, пора, я думаю, закидывать на нас плески! Давайте! Главное, чтобы был кипящий бульон, чтобы они не прилипли, как пельмени! Уже пошел процесс схватывания теста! Так, ну, в принципе, через 5 минут он будет уже готов! К супу поджариваем хлеб, натираем чесноком, приступаем к сервировке! У нас такая вот деревянная посудина с тематикой! Для начала мы выложим в центр бущу всю нашу рыбку с клетками, вот так вот, чтобы все видно было у нас! Сервируем мы это все брускенами нашим, вот сюда положим! Можно положить лимон, кто захочет с лимоном, в принципе, есть! И сюда мы выложим тоже вот эту веточку! Моргода наша готова! Приятного аппетита! Можете кушать! О всех интересностях финно-угорского мира вы можете узнать в программе «Финноугория» каждую среду в 19.00! А мы продолжаем! Нельзя не согласиться, что мы хотим видеть вокруг себя чистые улицы, проходить по убранным дворам и любоваться парками без мусора! Их потому нельзя игнорировать в субботнике, а их можно сделать не только полезными, но и очень интересными! Чистые игры – это экологический образовательный проект, который позволяет участникам внести вклад в охрану окружающей среды и изучить основы раздельного сбора мусора! Подробнее расскажет координатор проекта в нашей республике Анастасия Никифорова! Анастасия, здравствуйте! Анастасия, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите немножко об историю проекта, мы знаем, что он довольно молодой! Да, «Чистые игры» – проект, который зародился в 2014 году в Санкт-Петербурге, на данный момент охватывает более 200 населенных пунктов, начиная с деревень до городов-миллионников, и начиная с 2014 года собрано более 700 тонн мусора! Ну вот а в нашей республике он давно появился? В нашей республике первые «Чистые игры» проходили в 2017 году. Вот, было собрано 2 тонны мусора за всего час игры. А вторые игры как проходили? Вторые игры проходили в местечке Кочпанчит, было собрано полторы тонны мусора. Но участников было больше мусора? Да, участников было больше. Видимо, там почище место просто. А вот, кстати, о месте, как оно выбирать? Там как-то, может быть, жители заявки оставляют, что вот тут вот у нас надо помочь? Ну, замусоренных мест у нас достаточно, поэтому мы стараемся убирать не в самом городе, не в центре города, а где-то за городом, где как раз-таки люди часто отдыхают. И мы сами можем посмотреть, где оно замусорено. Вот слово «игры» подразумевает, что есть какие-то правила. Какие правила вот в «Чистых играх»? Да, «Чистые игры» — это командные соревнования, участвуют от двух до четырех участников. Заранее команды регистрируются на сайте игры. Также команды могут подойти в сам день игры, и мы на месте уже зарегистрируем. Суть такая, то есть за определенный промежуток времени команды разбегаются и собирают мусор отдельно. Мешки мы выдаем разного цвета, то есть отдельно для пластика, отдельно для металла, отдельно для смешанного мусора. На определенных точках у нас стоят скупщики, они регистрируют через приложение, кто сколько принес мусора. Также участники могут в онлайн-режиме смотреть свой рейтинг, то есть наблюдать, зачислили им очки, не зачислили, выполнять дополнительные задания, то есть поиск артефактов, делать чекины, где загрязненные места. И тем самым выводится рейтинг команд, то есть кто больше собрал мусора, кто больше выполнил заданий. И по итогу мы подводим награждение, то есть поздравляем всех участников. Так, меня очень заинтересовало, поиск артефактов, это что такое? Артефакты это необычные вещи, например, на прошлой игре у нас нашли участники лодку. В смысле, она просто лежала в кочпане? Ну, лодка была в кустах, она была такая уже гнивая, то есть как раз не подлежала для сплава. И вот такой, например, артефакт. Находили участники пылесосы, в других городах находят, например, телевизоры, которые еще способны для работы. То есть артефакты могут подходить любые вещи, то есть как их еще команды представят. То есть они могут придумать историю для этого предмета, так его представить, чтобы скупщик поверил и оценил на больший балл. Скупщик дает только балла, да, получается? Да. Когда будет ближайшая игра и какие особенности у нее будут? Ближайшая игра состоится 18 мая. 18 мая во многих городах России также пройдут игры, то есть пройдет Кубок Чистоты. И будет выведен рейтинг городов. Ну и вот мой самый любимый вопрос. А приз-то будет? От общих организаторов или на нашей игре? На вашей и от общих. Да, то есть Чистые игры подразумевают также награждение участников, а призах мы скажем позже. Хорошо, спасибо, что пришли. Спасибо большое, желаем, чтобы все прошло хорошо. Спасибо вам, подключайтесь. Помимо мусора на экологию не самое лучшее влияние оказывают автомобильные выхлопные газы. Но и с этим можно справиться, стоит только прикупить велосипед. В мире их более миллиарда, а это вдвое больше, чем автомобилей. В последние годы производство велосипедов достигло более чем 100 миллионов штук в год. Велоспорт популярен по многим причинам. Это отличный спортивный отдых. Двухколесного друга можно использовать и для похудения, снятия стресса. Но основная его цель – транспортная. К сожалению, в нашей Северной Республике круглый год не покатаешься. Погодные условия не позволят, хотя некоторые, вооружившись зимней велосипедной резиной, рискуют выезжать на заснеженные улицы города. Но для остальных велосезон начался относительно недавно. Напоминаем всем велолюбителям, не забывайте о безопасности, особенно в темное время суток. И тут на помощь придут светоотражающие элементы – фликеры. Как их сделать, сейчас покажем. Сперва. Нужно взять основу для фликера. Вырезать ее. Любой формы. Можно кружочек, квадратный. Мы обычно предлагаем кружок. Также нужно два светоотражающих элемента. Можно вырезать тоже любой формы. Так, теперь берем и проглашиваем через ткань. У этого светоотражающего элемента с одной стороны клейкая основа, поэтому когда нагревается, она приклеивается. Степлером приделываем дырочку. Фликер готов. Они необходимы для того, чтобы люди, автомобилисты, они могли заметить пешеходов, то есть свет отражается от вар вот этих фликеров. И это просто в темноте помогает. Да и не только, в принципе, в темноте, но и в обычное время суток. Фликеры должны быть со всех сторон. На теле человека. Слева, справа, спереди и сзади. Половина программы позади. Что ждать в последующие эфирные минуты? Узнаем прямо сейчас. Советы логопеда. Простые рекомендации для родителей будущего оратора. Живание – очень важное действие в развитии артикуляционного аппарата ребенка. Ипотечные каникулы. Что это такое и кому они предназначены? Ипотечные каникулы – это период времени, в котором заемщик может не осуществлять платежи по ипотечному кредиту, не навредив своей кредитной историей. По мнению логопедов, овладеть четкой и поставленной речью можно в любом возрасте. Тем более сейчас для этого есть все возможности. Плановое посещение специалистов, курсы ораторского мастерства, занятия дома, в конце концов. Но лучше, конечно, пресекать проблему на корню. Еще в детстве. Далее простые советы для четкой речи от логопеда Марии Станкевич. Очень часто родители сталкиваются с такой проблемой. Нечеткое произношение в речевом потоке у детей звуков. Но есть, конечно, разные степени тяжести, но есть и легкие, когда родитель является активным помощником в работе логопеда. И таким приемом есть артикуляционная гимнастика. Она может быть веселой, вкусной и задорной. Не обязательно садить ребенка за стол и мучить уроками, превращаться в учителя родителю. Ни в коем случае. Вы всегда это можете сделать весело при помощи определенного сенсорного материала. Например, у каждого родителя найдутся мармеладные червячки. Их можно тянуть, решать над губкой, выплевывать и жевать. Жевание – очень важное действие в развитии артикуляционного аппарата ребенка. Также можно использовать орехи. Это прекрасно. Все вы помните известный фильм, когда орешки за щечки. И так мы разговариваем. Воздух не может идти в щечки, и произношение становится более четким, и воздушная струя спокойно идет на язычок, чтобы работать с ним в спаре. А также можно использовать сухофрукты. Например, такие как курага. Они очень пластичные, и их можно всегда пожевать разными сторонами челюсти, что развивает жевательные мышцы, что развивает правильное открывание рта и подъязычные мышцы в том числе. Это очень важно в произношении, в звукопроизношении правильном, и в том числе в артикуляции в целом. Можно использовать такие простые вещи, как соска и винная пробка. Их очень легко обрабатывать, с ними очень легко работать. Например, плевание. Например, язык засунуть в соску. То есть мы оттачиваем тонкие движения кончика языка. Мы оттачиваем губной праксис. Это есть основа для правильного произношения многих звуков, таких губных, как Б, П, М и так далее. Язычок участвует в артикуляции всех звуков нашего языка. Обязательно. И поэтому его надо неустанно тренировать. Но очень важный принцип не навязывать ребенку данное упражнение, а играть с ним весело и спокойно. Ребенку, у ребенка всегда вызовет интерес, когда мама возьмет баранку и повесит ее себе на язык. И они будут соревноваться с ребенком, кто же дольше удержал на языке баранку. И эту баранку можно не только вешать на язычок, но также тянуть. Кто сильнее? Мы растягиваем мышцы, тем самым активируя продолговатый мозг, который дает жизненный тонус нашей нервной системе. И это очень важно. Также можно взять грецкие орешки. Мы их не засунем в рот, они большие, но их можно покатать и параллельно поработать язычком. Тем самым мы активизируем большую площадь сенсорной коры, которая отвечает за точность движений. Когда мы включаем кисть параллельно с языком, это усиливает эффект. Это большая результативность здесь и сейчас. У ребенка это то же самое, что работать пальчиком или работать всей рукой. Гораздо больше сил, гораздо больше амплитуда движений и так далее. Вы всегда можете обратиться за советом к специалисту, к вашему логопеду, с которым вы работаете, либо консультантам в поликлиниках в том числе. И артикуляционная гимнастика, запомните, это очень важный этап в речевом развитии ребенка и в четкости его речи. Не забывайте, что все начинается с малого. Движение начинается с мотива, с потребности вообще двигаться. И речь то же самое, начинается с потребности ею пользоваться. Вкусно, весело, будет мотив, значит будет и четкая речь. В феврале этого года президент России Владимир Путин в послании федеральному собранию предложил ввести ипотечные каникулы для граждан, которые временно лишились дохода и не могут продолжать выплаты по кредиту. Предполагается, что это даст возможность заемщикам сохранить единственное жилье, а платежи по кредиту передвинуть на более поздний срок. Кто может воспользоваться отдыхом от выплат и о порядке выхода на такие каникулы и другому расскажет Ирина Адаменко, главный специалист, главный экономист экономического отдела отделения Банка России по республике Коми. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ну, начнем с самого начала. Что же такое ипотечные каникулы? Ипотечные каникулы – это период времени, в котором заемщик может не осуществлять платежи по ипотечному кредиту, не навредив своей кредитной истории. Такие каникулы по закону введены на полгода, на срок не более чем полгода, и воспользоваться такой возможностью может, но будет одновременно при выполнении четырех условий. То есть ипотека была оформлена на единственное жилье, которое теперь есть у заемщика. Размер кредита не превышает 15 миллионов рублей. Условия договора ранее по просьбе по ходатайству заемщика не менялись, и у данного заемщика сложная жизненная ситуация. Что подразумевается под сложной жизненной ситуацией? Это или работник лечился работой, или его доходы значительно упали, или он проболел более двух месяцев, или получена была инвалидность первой или второй группы. Также появление в семье детей может тоже считаться сложной жизненной ситуацией, потому что доходы этой семьи как бы значительно сокращаются. А как человек приходит в банк и говорит, что я хочу выйти на ипотечные каникулы? То есть собирает, соответственно, пакет документов и в итоге решает банк? Значит, после вступления в силу данного закона с 31 июля воспользоваться ипотечными каникулами можно будет обязательно не по решению банка. То есть заемщик должен написать заявление, приложить к нему документы, подтверждающие его сложную жизненную ситуацию. Допустим, справка формы 2 НДФЛ, которая будет показывать, что доходы заемщика сократились. Может быть, заключение врачей о том, что у него какое-то серьезное заболевание. Также трудовую книжку, где будет написано, что он потерял работу. То есть... И все это принести в банк. Если вдруг банку понадобятся какие-то дополнительные документы, то он тогда должен будет в течение 10 дней запросить у данного заемщика эти документы. Если вдруг банк не запрашивает никакие документы, то, значит, можно считать, что ипотечные каникулы данному заемщику предоставлены. А заемщик может ли выбирать срок каникул? Или обязательно должны быть полгода? Нет, заемщик может выбирать срок каникул. Максимальный срок не более полугода, но по каким-то ситуациям у заемщика он может сам решить. Может, это будет 2-3 месяца, может быть, он полностью воспользуется всеми 6 месяцами. Это право заемщика, и это он указывает в своем заявлении, которое приносит в банк. А вот ипотечные каникулы, ими можно воспользоваться только один раз? Или, допустим, вот… Шесть раз по месяцу, да? Ну, допустим, да, несколько раз это получится, ну, в зависимости от ситуации. Ну, вообще, конечно, ипотечными каникулами можно воспользоваться один раз по одному кредиту. Да, по одному кредиту ипотечному. Если, допустим, вы когда-то брали ипотечный кредит, его погасили, да, задолженности у вас нету, теперь вы решили улучшить свои жилищные условия, да, и снова обратились в кредитную организацию за кредитом, и тут произошла какая-то сложная жизненная ситуация, то вы можете воспользоваться ипотечными каникулами, вот по данному этому кредиту. Ну, вот банки предлагают реструктуризацию. Чем она отличается от банковских каникул ипотечных? Да, банки предлагают реструктуризацию заемщикам, которые попадают в сложную жизненную ситуацию. Но реструктуризация – это право банка, а не обязанность его. Реструктуризация что подразумевает? Вам дают, уменьшают или сумму ежемесячного платежа, увеличив срок, да, может быть, дают какую-то льготу небольшую по уплате ежемесячных процентов, да, или по сумме тоже платежа. Но это все на усмотрение кредитной организации, на усмотрение банка. Конечно, здесь получаются ипотечные каникулы, более заемщики получаются выгодны в ситуации, потому что это уже будет обязанность со времени вступления закона в силу с 31 июля. Это будет уже обязанность банка, если заемщик выполнил все необходимые условия, и у него есть подтверждающие документы о сложной жизненной ситуации. Ну, надеемся, что все-таки ситуации сложных жизненных ситуаций будет поменьше, но вот, тем не менее, есть такая возможность, то, уважаемые телезрители, не забывайте, что вы можете такой возможностью воспользоваться. Спасибо вам большое. Всего хорошего. Спасибо. Удачи вам. А если кому-то не очень хочется жить в квартире, можно придумать альтернативные варианты. Ну, например, построить большой дом в черте города или уехать в село. Ну, а если уж совсем экзотики захотелось, можно обзавестись усадьбой на воде. Пока таким жильем обзавестись проблематично. Много нюансов и в ремонте, и в оформлении жилища. Но есть такие энтузиасты, которые уже прощупывают почву в этом деле и готовы поделиться информацией со всеми. Мы находимся в 10 минутах езды на велосипеде от Дворцовой площади. При том, что жилье имеет все признаки частного дома. У меня уже на тот момент было три дочки. Я очень хотел сына. И наша квартирка стала нам мала. И Анечка поставила мне условие, что если хочешь сына, давай решай как-то вопрос с жильем. Мы рассматривали все возможные варианты альтернативного жилья. В том числе мы рассматривали какую-то квартиру на последнем этаже с возможностью выкупа чердака. Цена, которую нам предложили за него, она, в принципе, адекватна была в цене загородного дома. Я пожил в Европе и видел, как это может быть, как это может быть красиво. Сейчас в интернете есть все. Единственное, что требуется от любого простого человека, это умение работать с информацией. И я считаю, что это по силам любому мужчине. Это наша трюма. Здесь у нас в планах построить спа-зону с парилками и с небольшой купелькой. Что касается развлечений, детям, конечно, здесь раздолье. Зимой река застывает, прогулки на коньках. Когда засыпает снегом, мы гуляем на лыжах. Летом даже у девочек есть своя маленькая лодочка. Они вот здесь ходят на этой лодочке. Есть необитаемые острова посредине вы. Здесь огромное количество удочек и для детей, и для гостей. Для того, чтобы получить этот договор водопользования, нужно пройти, ну, если не семь, ну, ладно, хорошо, там, шесть с половиной кругов конкретного такого бюрократического ада. Стоит обратить внимание на западный опыт, потому что зачем изобретать велосипед, существуют уже отлаженные механизмы. Творите, мечтайте и смотрите Студио 11. К этому часу у нас все. Но мы не прощаемся, а говорим до встречи. До встречи в эфире, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok